Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. Последние дни ознаменовались резким курсом доллара по отношению к рублю в России и многие стали говорить, что ну все это надолго, многие бросились покупать доллары, многие сказали, что там до 100 вырастет запросто и так далее, и так далее, что вы не понимаете, какая это жопа. Вот недавно я снимал видео, несколько, вот такое видео, доллар, прогнозы и реальность, что нас ждет в будущем по доллару, где я приводил анализ аналитиков из открытия брокер, что по фундаментальным показателям доллар не должен расти неимоверно, что они утверждали, что это будет краткосрочный скачок. И вот еще одно видео, доллар, если вы уж хотите доллар, я призывал вас купить не доллар, а кое-что покруче, то есть акции, активы, которые номинированы в долларах, это акции американских компаний. Многие люди побежали покупать доллары и они купили доллары, как всегда, на максимуме, когда доллар уже начал расти, вот, я не исключаю, что и 71, и 72 мог стоить, но люди покупали, там, говорят, вот я купил 300 долларов. Ну что такое 300 долларов? Это 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей ты купил, ну, во-первых, это не те деньги, которые надо спасать, вот, а во-вторых, ну, собственно говоря, я говорил, что, ребята, ну, если уже доллар начал расти, то поздно пить боржоми, вот, если уж надо было покупать доллары, надо постепенно покупать, и по чуть-чуть, вот, либо акции американских компаний, что намного лучше. Вот, и вот на следующем, на прошлой неделе, что произошло. Один из факторов, который я говорил в видео, к тому, что рубль будет укрепляться, это если Центробанк и Минфин отменят бюджетное правило, то есть перестанут покупать доллары на бирже, вот, и они это отменили. Сценарий это стояло как менее вероятный, но они это сделали. И рубль продолжал падать, доллар продолжал расти. Власть, естественно, это беспокоила, потому что еще чуть-чуть, и цены начнут повышаться. Ну, лично я, например, на полиграфию повысил цены, потому что мне на отпускные цены на бумагу повысились очень резко. Вся бумага покупается за валюту. Вот, и это грозило просто полным взлетом цен, но он будет на самом деле. Вот, потому что бензин поднялся, валюта, ну, хотим мы или не хотим, поднялась, но не настолько катастрофически. Поэтому, чтобы погасить вот эти настроения, Центробанк в пятницу что сделал? Было заседание Центробанка, и Набиулина, вопреки ожиданиям многих аналитиков, но не всех, многих, вот, решилась таки поднять ставку на 0,25%. И давайте посмотрим, что произошло в это время на бирже. Вот здесь вы видите пятница, 14 число, пятница, 14 число, доллар был на начало дня в районе 68,27, до этого он, мы видим, что он опускался, на максимуме доллар был 70,5, это мы видим валютный рынок USD Tomorrow, как обычно, вот, он опускался с 70 с лишним, ну, максимум там был 70,6, по-моему, на бирже, вот, и он постепенно спускался в течение недели, потому что ажиотаж падал, и в пятницу Центробанк сначала Турции, значит, объявил, ну, вот, ничего, а вот решение 13.30, посмотрите, начало периода, и окончание периода 14.00. Вот где-то в районе 14.00 часов заседание Центробанка прошло, было объявлено о том, что ставка будет повышена, ставка ключевая, это означает рост рубля, рост рубля и, соответственно, падение доллара, и доллар упал. Смотрите, в течение получаса доллар был 68.35, стал 67.59, после того, как заседание Центробанка завершилось, Набиульна выступила с пресс-конференцией, и на пресс-конференции она сообщила еще одну положительную новость для рубля о том, что вот это вот бюджетное правило откладывается до конца года, то есть до конца года Центробанки и Минфин не будут покупать доллары на рынке, это дополнительный фактор, это еще более мощный фактор, чем повышение ставки на 0.25% о том, что рубль должен укрепиться. Вот, и, ну, давайте посмотрим вот сейчас, как в течение более длительного времени вел себя доллар. Вот, посмотрите, вот 7-го числа, 7-го сентября Трамп объявил о том, что вводят новые санкции, и доллар резко пошел в рост. Он резко пошел в рост, начиная от, был курс, смотрите, 63,5, где-то рубля за доллар, и на следующий день он вырос буквально вот в конце дня был уже 65,6, то есть на 2 рубля вырос. Потом на следующий день он вырос еще вплоть до 67, то есть практически на 10% доллар вырос. Потом была небольшая коррекция, стабилизация, но нерезиденты продолжали продавать российские активы, УФЗ прежде всего. Акции Сбербанка очень сильно просели, потому что было очень много в акциях Сбербанка нерезидентов, ну и акции других крупнейших компаний тоже просели. Вот, и, ну, было понятно, то есть аналитики, которые говорили о причинах вот такого резкого подорожания доллара, они говорили все, что это, в общем-то, ну, не такой длительный процесс, что и не такой катастрофический. Ну, и вот случилось, значит, когда 10-го числа был максимум, сейчас скажу, какой был максимум, 70,6, да, я точно сказал, был максимум, и потом после этого он планомерно снижался, и вот она пятница, в пятницу 68,05. Вот, куда он будет падать еще? Ну, я думаю, что ниже, чем 67 рублей за доллар, честно говоря. Не думаю, что он опустится. Я бы, короче говоря, на это, на дальнейшее снижение доллара не стал ставить. Вот, но сейчас я поставил, в общем, на снижение курса доллара, и, соответственно, последние два дня, четверг-пятница, мы все наблюдали, что наши портфели, у тех, кто... У моих выпускников, значит, они все радостно в чате писали, что, блин, портфель растет как на дрожжах. Вот, то есть, росли акции, то есть, прекратились вот эти распродажи, росли акции Сбербанка уже, так сказать, росли акции там, ну, других секторов, ребята покупали. И акции росли. Лично я сидел в индексе РТС, и индекс РТС – это акции российских компаний, номинированные в долларах. Чем ниже цена доллара, тем выше индекс РТС, грубо говоря. Вот, ну и чем больше акции растут, тем, опять же, увеличивается. То есть, у всех у нас росли портфели, мы это радостно замечали, ну, где-то, ну, мы не такие богатые, обычно там 7-10 тысяч в день у кого-то росли портфели, но у меня рос там, ну, 20-30 тысяч в день за счет индекса РТС, но у меня достаточно рискованный метод торговли. Что я хочу сказать? Даже если вы хотите покупать доллары, то лучше это делать на бирже. Потому что банк устанавливает курс продажи доллара, они смотрят внимательно, человек смотрит, какой курс текущий доллара на бирже, не курс ЦБ, текущий курс. Банк меняет каждые 2 часа курс доллара, если вы не заметили. То есть, я-то точно знаю, я просто приходил как-то, смотрю звонок, поменяю курс, меняют курс. Все, значит, банк меняет курс доллара в зависимости от того, какой курс на бирже. И обычно в банке курс доллара во время вот таких резких скачков, ну, там, плюс рубль, плюс 2 рубля к доллару. Что это значит? Что если курс доллара максимум был на бирже 70,6, то вы вполне могли его купить за 72 рубля. И вот если кто-то купил доллары в этот период, напишите, пожалуйста, по какому курсу вы купили доллары? Вот напишите в комментариях, мне просто интересно, но, наверное, многие не будут писать, чтобы не позориться, что вот он потерял. Вот. И многие говорили, что, ну, это надолго. Если надолго покупаете, ребята, покупайте акции американских компаний. Это лучше. Акции американских компаний растут в долларах. Кто-то мне писал, что кризис в Америке наступит, и он будет внезапным. Не будет он внезапным. Давайте вспомним, что было в 2008 году, последний кризис. Да, что значит кризис внезапный? Для кого он внезапный? Он внезапный для тех, кто не наблюдает, для тех, кто не занимается фондовым рынком. А для тех, кто занимается фондовым рынком, как только вы занимаетесь фондовым рынком, как только вы купили акции американских компаний, вы начинаете читать экономические новости оттуда, из Америки, отсюда, отовсюду. И вы начинаете быть в курсе, что будет. Вы держите руку на пульсе. И я помню прекрасно, что было в 2008 году. Это было падение Лемон Бразерс. Но за буквально два месяца еще до падения Лемон Бразерс все новости, специальные новости экономические, те, которые вот мы читаем, они просто кричали, что будет, кризис надвигается, что невозможно, ну то есть все, вот оно, кто-то должен издохнуть, кто-то должен издохнуть. Были такие компании, как Фанни Мэй и, что там, вторая компания, в которой, там, деривативы по недвижимости, американская недвижимость, кстати, о недвижимости, кто говорит, что недвижимость – лучшее вложение. Вот они, компании, которые занимаются недвижимостью в Америке, крупнейшие в мире, рейтинг AAA, там все, высочайший рейтинг. И, кстати, российские деньги в основном были там. И вот эти компании, значит, фиксируют, что все, недвижимость не растет, и эти фонды падают, а на них опирается все, там пенсионные фонды американцев. Вот, и на эти фонды опираются активы крупнейшей, американская, крупнейшая в мире американская страховая компания, страховой группы, не компания, группы AIG. И кто-то из них должен обанкротиться. И Лемон Бразерс – это тоже крупнейшая банковская такая вот структура, огромная, это вообще не компания, это целая структура, целый конгломерат всего, и кто-то из них должен обанкротиться. И тогда был президент Обама, он решил, что обанкротится Лемон Бразерс, а компания AIG – это крупнейшая в мире компания, я повторяю, вот, не Microsoft, не Apple, а крупнейшая в мире AIG – финансовая корпорация. Вот, Обама дал кредит компании AIG, который помог ей выжить, она уже вернула этот кредит давно. Вот, Фанни Мэй и Фредди Мак тоже выстояли благодаря этому кредиту. Ну, а, соответственно, Лемон Бразерс умер. Но я повторяю, вот об этом кризисе те, кто занимается фондовым рынком, знал заранее, за два месяца. Поэтому, если мне говорят, что пипец подкрадется незаметно с американским рынком, это не так. Вы по новостям поймете, что все накаляется, накаляется, и за два месяца вы уже будете прекрасно знать, что лучше бы избавиться от американских акций. Это мой вам ответ. Вот, и о том, как следить за фондовым рынком, как покупать доллары, по крайней мере, выгоднее, чем в банке, куда их вкладывать, как следить вот за всем этим, как не проворонить кризис, как не проворонить следующий рост доллара или там не знаю чего. Вот, ну, для этого надо следить, для этого надо... Вы знаете, что надо для этого сделать? Просто открыть брокерский счет и купить какое-то количество акций. Все, вы не сможете не следить за этим. И вы непременно повысите свой финансовый уровень. И вы знаете, все богатые люди мира, ну, в Америке, скажем, они имеют акции, в Европе тоже все богатые, середнички тоже имеют, брокерские счета имеют вложения в фондовый рынок. Это неизбежно. Во всех развитых странах люди вкладывают деньги в фондовый рынок. У нас это сейчас развивается бурными темпами. Только благодаря мне уже более ста человек открыли брокерские счета и начали инвестировать. Многие из них инвестируют миллионы, поверьте мне. И это надо делать. Как открыть брокерский счет, как начать торговать, как установить брокерский терминал. Ну, у меня есть курсы, которые, кстати, сейчас вот только-только начались. Вчера было буквально первое занятие. Я предлагал эти курсы, ну, есть вариант в записи, то есть записи предыдущих курсов, это за 2 тысячи можно приобрести. Я ввел заочную форму обучения, когда вы не присутствуете на живых занятиях, но после занятия вы можете просматривать это все в записи. Это заочная форма, 3 тысячи рублей. Ну, и живые курсы, так сказать, в живых курсах сейчас участвует уже достаточно много людей. Вот, это 5 тысяч рублей. Записаться можно, как обычно, на сайте demetkov.com по выбору. Собственно говоря, делайте выводы. Ребята, не покупайте доллары по 72 рубля. Не надо этого делать. А если покупаете, ну, смотрите, анализируйте, вы будете в курсе. Ребята зарабатывают по 10 тысяч в день, вот эти дни были, да. Ну, на самом деле все не так, конечно, радужно. Вот, обычно, ну, вот, за август констатировали многие рост портфеля на 10%. За месяц, не за год. Вы за год такие проценты не получаете. Ребята получают. Думайте, решайте, что делать. И повышайте свой уровень. Ссылку вы видите. Надеюсь, вы приняли правильное решение. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий.